Закрою чат, потом открою. Подождите, сначала напишите мне единички, поставьте, слышно ли меня, то я так уверена, что меня слышно. Видно, слышно. Отлично. Замечательно, все, пока закроем. Так, сегодня будет много интересной информации, много важной информации, многие вещи будут слышать сегодня впервые, друзья, поэтому будьте внимательны. Вы смотрите, как я приготовил свой листик и карандаш для того, чтобы записывать какую-то важную информацию, которая поступит от вас, то есть ваши какие-то вопросы. Я рекомендую вам сделать то же самое, чтобы не забыть потом задать вопросы мне, какие-то важные. И так, запись пошла, все замечательно. О регламенте, как это будет все происходить, полчаса не выделено на то, чтобы вам рассказать какие-то новости, поделиться какой-то информацией, важной, а ее хватает сегодня. И 10 минут у вас будет на то, чтобы задать какие-то вопросы. Поэтому в целом все пройдет в течение 40 минут. Если вдруг меня вынесет, такое всегда возможно, это интернет, то минуту терпения подождите, пока интернет перезагрузится, и мы продолжим потом. То есть без паники. Без паники, потому что паника – это такая тенденция интернета, и к этому нужно относиться не то чтобы привычно, но спокойно достаточно. Это обычное явление. И здесь я сегодня с вами разговариваю, чтобы вы правильно понимали, не для того, чтобы встать спина к спине, что ли, с Искандером, чтобы прикрыть его какие-то там в драке проблемы или еще что-то. Вы поймите, что если бы пришлось это сделать в офлайн, я бы, например, может быть, действительно встал бы спина к спине и защитил бы Искандера, а у меня, может быть. Но драки-то нет. Драки нет. Все развивается абсолютно по плану, и вы сегодня сами в этом убедитесь. Если дослушаете до конца то, о чем я сегодня говорю, то вы сами прекрасно поймете, о чем идет речь. У меня буквально вчера кто-то опять в очередной раз спросил. Да, кстати, мы сегодня будем говорить не только о инсайдах, о каких-то новых проектах, но и о людях и о делах. Потому что это лучше всего показывает о том, куда мы двигаемся, кто мы, зачем мы здесь и что дальше. То есть мы говорим о людях и о делах сегодня. И начать справедливо было бы с Искандера, потому что как раз буквально вчера меня кто-то, кто сейчас слышит, мне сказал, привет. Вы знаете, почему я сейчас об этом говорю. Так вот, друзья, Искандер на каждом практически через один брифинг, через один вебинар рассказывает о себе. Он говорит вначале буквально всегда несколько слов каких-то о своем прошлом опыте. Это не человек из ниоткуда. Почему вы спрашиваете? Слушайте вебинары, и будет вам информация ту, которую вы хотите. Задайте вопрос в конце. Никто не мешает. Поэтому слушайте то, что человек говорит сам о себе, и будете понимать. Достаточно, мне кажется, того, что он, как другие админы, не прячется, выходит и общается с вами, разуливает, бьется там в чате, как рыцарь. Я давно таких не встречал, хотя я в интернете с 2003 года. И поэтому для меня вообще было это удивительно, то, что меня купило, скажем так, в этом проекте, что здесь есть люди стоят за экраном, люди. Поэтому я сегодня расскажу о других людях. О Искандере и так понятно, вы много и так от него слышите, и видите его каждый день. Я расскажу немножко о других. Буквально два слова о себе, чтобы понять, кто я такой, чего я здесь делаю. Меня зовут Борис Севин, я живу в городе Хайфе, в Израиле. Меня можно прийти, приехать в Хайфе, потрогать. Я тоже живой человек абсолютно. Если вы хотите убедиться в том, что вы живы, то можете приехать потрогнее. Я живой, я знаю, что я действую, я работаю сейчас. Все в порядке. Окей. Поэтому еще добавлю, что я говорю на семи языках. Я занимаюсь с 2003 года в интернете. Я занимаюсь международным направлением в компании Вектор Генпрофил. Теперь, почему такое вступление было немножко неприятное, чуть-чуть негативное, я вообще очень позитивный человек. Я люблю очень доносить хорошие новости, интересные, приятные. А почему? Потому что я заметил, что какая-то паника, мне пришлось вступать, кого-то успокаивать там тоже. Вы поймите, что вот эта вся мышиная возня, вот эти все троллинги, какие-то сливы, заливы, какие-то... Это вообще какое-то непонятное вообще движение. Это какие-то люди смешные, люди какие-то. Потому что серьезные трейдеры, например, они после X10, они уже начинают задумываться, зачем мне эти бабки, зачем мне... Куда мне их потом денут? Ну, куплю машину. А что дальше с этим делать? Люди пока еще смертны. И немножко жизнь, понятие, это гораздо дороже, чем те деньги, которые они делают. Стив Джобс сказал, что мне абсолютно все равно, кто будет лежать со мной рядом на кладбище, богатый или бедный. А у этого человека было гораздо больше денег, чем у любого из сидящих в этой комнате или потенциальных наших миллионеров. Не смешите, друзья, жизнь гораздо дороже. Поэтому лучше вкладывать не в камень, дерево, железо, как я говорю, а в знание, в свое развитие, то, что всегда с вами, то, что всегда с собой. В качестве мотивационного примера, маленькая такая зарисовка. В свое время мне довелось быть директором школы в Якутии, маленькой школы в Якутии, далекой, в Холодной, да, недалеко от полюса Холода, кстати. И так, сейчас я расширю комнату секунду. Вообще-то нет, наверное, не получится. Сейчас я не хочу сейчас прерываться. Друзья, будет запись, кто попал, тот попал. Разберемся. Так вот, про Якутию. Как-то раз школьники меня пригласили на охоту. Я и охота – это вообще какие-то дикие совершенно вещи. Но пригласили и с одним родителем. Я взял, как порядочное отложил у соседа ружье и пришел на охоту с детьми. И вот вы знаете, я с ружьем, я был один. Больше с ружьем никого не было. Я стрелял с других видов оружия, с пистолета, с автомата, с пулемета. Но из ружья заходничьего я никогда не стрелял. Поэтому, когда пришел на эту встречу, я был с ружьем один. Еще был один родитель. Так тот пришел на эту охоту. Внимание, на охоту. Он пришел с бутылкой шампанского. То есть дети, родители с бутылкой шампанского. И я, как идиот, с ружьем. И вот мы выдвигаемся, куда-то ходим там. А мы пошли на куропаток, да, чтобы вам было понятно, на какую мы охоту собирались. Я всю дорогу, пока мы куда-то продвигались, я все не удоумевал. Что мы там, как мы будем охотиться? Потому что я не специалист. И потом выяснилось, оказывается, смотрите теперь. Родитель этот бутылкой шампанского делал дырки в снегу, такие цилиндрической формы. Вода была нагрета. Он налил из термоса в эту бутылку шампанского воды, нагревал, и получали цилиндрические такие ямы в снегу. А на дно этих ям он кидал гроздья рябины такие. И куропатки потом сами, когда они хотели скрывать эту рябину, они попадали в эти цилиндры, и потом уже выбраться не могли. На обратной пути просто пришлось пособирать этих куропаток. И все. Вот на этом вот такая была охота. Вот век живи, век учись. Понимаете? Но мне вот сейчас, то, что происходит сейчас, мне очень напоминает вот этих вот, многие из нас мне напоминают тех самых куропаток, потому что мы видим то, что внутри ямы, вот эти несколько ягод рябины, а не видим, что вокруг есть жизнь, что дороже, что более ценно. То вот делайте выводы сами. Это был такой мотивационный момент небольшой. Я надеюсь, он что-то вам покажет, и на что-то наполкнет. Теперь буквально несколько слов еще продолжу о людях, об администрации, потому что многим непонятно, кто стоит за всем этим делом, и почему мы, как говорится, не паримся совершенно, кто там, что, какие происходят, там, не знаю, брожения какие-то там. Почему совершенно нас не волнует это? Потому что команда у нас очень больших специалистов, очень классная, очень сплоченная, очень серьезная команда. Поэтому, ну, пусть попытаются ребята, которые хотят что-то здесь попытаться поломать, но я не знаю, получится ли у них. Вы наверняка уже знакомы с другими представителями администрации. Часто и в чатах, и на вебинарах появляются и Илона Михайлова, и Петр Балашов, и Игорь Жаданов, и Макс Юрьевичев, на бирже руководителя, что все эти ребята, вы их видите периодически, вы сталкиваетесь, обращайтесь к ним, пожалуйста, без проблем. Они очень отзывчивые, они очень всегда добродушно воспринимают все ваши просьбы. Поэтому все нормально, модераторы наши отлично сейчас работают, все налажено. То есть проект абсолютно функциональный, абсолютно операбельный, никаких совершенно поводов для размышлений, для раздумий каких-то нет. Более того, вот вы знаете, я сегодня задумался о такой вещи, что у нас в проекте происходят такие вещи, которые в реальной жизни практически невозможны. Вот подумайте, кстати, кроме шуток, вот у нас, например, есть Артур Вайтенга из Украины и Рома Чалыша, вот он как раз по идее вот эту комнату вебинаров модерирует. Один с Украины, другой с России. Ничего? Нормально? Взаимодействует? Все получается, да? Хорошо. Теперь идем дальше. С его проекта. Искандер Хасанов. Турция. Мусульманская страна. А я с Израиля. Ничего? Тоже как-то взаимодействуем? Как-то находим общий язык? То есть, понимаете, на самом деле, дело вот этого нас ближает настолько, что нам некогда даже задумываться над тем вопросом, где жить. Гораздо важнее, как жить и что делать, и как поступать самое главное. Поэтому вот такие вещи для нас ценные. Репутация для нас ценная вещь. Поэтому это гораздо дороже денег. Поэтому я с вами сейчас разговариваю. Поэтому Искандер так убивается, пытаясь объяснить необъяснимое многим людям. Я честно говорю, мне иногда как-то жалко даже. Зачем распылять столько энергии на эти вещи? Ладно. Это я продолжу о команде, чтобы вы поближе немножко познакомили. Лена Багирова тоже. Азербайджан тоже. Мусульманская страна. Мы идеально с ней взаимодействуем. Вы на международном отделе. Я сейчас немножко побольше расскажу о наших иностранцах. Вчера вы видели Йоффри Тубинеса. Он первый делал презентацию свою. Ну чудесно. Ну просто красавец. Если учесть, что это человек из Венесуэлы, где чуть ли не в новостях показывают, что люди уже не едят друг друга от голода. Мы смотрим. Если вы посмотрели эту презентацию, ну просто красавец. Нечего сказать. Молодец. Уверенно. Спокойно. И это страна, где крипта в ходу. Кстати, если говорить о крипте, многие не понимают, почему мы делаем ставку на все языки. На 72 языка у нас будет, кстати, в конечной версии. Из них уже 20. Ну об этом тоже. Из них уже очень много мы подключили. Вот, например, смотрите, мне говорят, зачем у тебя вот суахили, например, или там язык такой есть в Зимбабве, Чуауа у нас вот Машел Чапияно оттуда представитель. Смеются люди. А я говорю, ребят, вы знаете, какие деньги вот в Зимбабве, как они деньги возят. Вы хоть раз видели вообще видео, как возят деньги, я сказал, даже возят. Там их возят на телегах. Все отвозят на телегах, чтобы купить буханку хлеба. Это надо привезти телегу этих местных в банкнот и купить. И, с другой стороны, крипта там очень даже в ходу. Интересен нам этот рынок? Конечно, интересен. Интересен нам этот язык? Конечно, интересен, потому что люди охотнее понимают. Более того, у нас вот сейчас есть уже, или будет даже один язык, язык, который пользуются жители Ямайки, который даже Google Translator не дает. И таких у нас вариантов несколько. То есть мы не в каком-то смысле, мы даже Google немножко обуваем в этом плане, потому что у них нет этой услуги, они не предоставляют. Ну, а что касательно наших модераторов, вот я вам сказал, Йофри и другие ребята, очень-очень классные. Я очень много могу сказать о них слов, но хороших. Но я привык общаться с ними на английском языке, и поэтому я их не могу пригласить, они ничего не поймут. Но им перевод зайдет, как говорится, все будет хорошо. И вот, например, Рут Камау, она живет в Кении. Это человек, который один из первых поддержал проект в этой стране. Это человек, который продает, представьте себе, какие-то поделки на местном рынке, а потом возвращается и ведет направление в Кении. Вообще так укладывается все это в голове. Зачем нам это? За тем, что сейчас группа на Суахиле это одна из самых лучших групп. Чем больше предложения заходит, тем в маленький регион, тем оно там, оно его больше наполняет, оно занимает его больше. Итак, я смотрю, уже люди подтянулись, и мотивационная, знакомительная часть закончила. К сожалению, я не могу назвать вам всех ребят, кто сейчас работает. Огромное количество просто людей работает, в том числе и в нашем направлении, в международном. Ну, а теперь немножко более конкретной информации. Ребят, сегодня мы подключили еще шесть языков, включая такие важные, как турецкий, корейский. Корейский рынок, кстати, в Крипте самый дорогой. Мы на него вышли, у нас есть группа, у нас там есть уже модератор Джун, очень такой толковый, тоже в Крипте человек. Тоже можно корейцев заводить, китайцев заводить. В китайской группе у нас уже несколько блогеров, не один только тот, который везде ходит по чатам. Тоже, кстати, отдать должное нужно, молодец, везде интересуется. Но у нас есть другие ребята, которые блогеры, довольно серьезные, блогеры, переводчики, которые несут. И это при всем при том, что Телеграм, как вы знаете, в Китае запрещен, и люди выходят через ВПН к нам. И американцы выходят через ВПН, потому что он тоже запрещен. Поэтому им нужно отдать должное, что люди находят способ, как узнать о нашем проекте, получить какую-то информацию. И так, как я сказал уже, главные новости на сегодняшний день, что мы подключили 6 новых языков, и того у нас 22 языка, 22 группы чата, то есть и 22 канала, и 22 страницы на Фейсбуке. И в совокупности это посещение около 15 тысяч, даже больше нужно, наверное, да, конечно, больше, около 20, потому что только в английском чате у нас уже 9 тысяч человек. Люди интересуются, не все заходят, сразу скажу вам, как есть, потому что опыта у них нет. Не все понимают хорошо в проекте, поэтому ваше бы участие там, ну пусть даже с Google Transcript было бы очень полезно. Не говоря уже о том, что простая логика, вы кого-то подписываете и в какой-то стране и закрываете страну. Хорошо известны примеры, когда один человек потом впоследствии закрывал целую страну, то есть строил структуру в этой стране, она становилась ведущей. Думайте немножко, помогайте, и тогда у вас будет успех. Не обязательно владение языком, вы первичную информацию дали, пообщались и подписали обязательно, то есть в команду пригласили, а потом отдавайте, с ним будут работать. В каждом чате уже есть информационный блок, что делать, куда идти. Вот вторая новость, что наш график, Вайбхав Саху, наш спитер из Индии и модератор индийской группы, он же еще и график, очень хороший, кстати, график, он делает сейчас классную инфографику такую, может быть, вы видели когда-то, развернутая, как биткоин там происходил, как, ну, всякие развернутые картины, как типа комиксов. Это то, что привычно людям на Западе. Вот такая вот сейчас готовится, причем мы его попросили буквально вчера, чтобы он сделал не просто такую инфографику вытянутой картинки, но и чтобы это можно было потом использовать графически на всех языках. То есть смотрите, эти все презентации будут у каждого в инструментарии, и без ссылок, и этим вы сможете спокойно работать. Загрузили презентацию на любом языке, вы же на каких-то партнеров это со мной сбросили, и все, и до свидания. Очень, очень будет эффективно работать, то есть мы инструменты для вас готовим, мы думаем о вас, о том, чтобы вам было комфортно работать на иностранном рынке. Поэтому это вот вторая новость, что готовится инфография, третья новость, первая новость, давайте так, что мы подключили шесть новых языков, даже семь за прошедшую неделю, и вторая новость, это то, что мы добавляем информационные блоки в каждые грудки, и третья новость, то, что сейчас скоро буквально, она уже готова, я видел эту инфографику, но надо, чтобы она уже доработалась, прошла утверждение, и тогда каждый из вас получит этот инструмент в руки. Ну, и это еще далеко не все, потому что все не расскажешь. Я вам вот так скажу, чтобы у вас было немножко еще более точное понимание, потому что, может быть, плохо вы видите, как случаются проекты. Иногда кажется это спонтанно, иногда кажется, что Искандер просто как-то вот раз вот как-то подготовил, раз взорвал, и все говорят, вау, какое быстрое моментальное решение. Да нет, поверьте мне, техотдел вместе с Искандером пашут над каждым проектом достаточно долгое время. И у нас таких вот, как бы вот этих проектов, смотрите, есть как бы, можно разделить на три группы. Первая группа, это первоочередные, вторая группа, это второе очередное проекты, и третье, это конечное, ну, вы все, наверное, знаете, конечная цель, конечный продукт, это пазл-маркет, это большой рынок, который, ну, я не хочу говорить аналог Амазон на eBay, у нас своя, свое видение этого, и будет своя конечная цель в этом проекте. Но есть первоочередные проекты, которые вот как раз готовит команда технарей под руководством Искандера, их там шесть, и до конца года, я думаю, что мы их все увидим, и уже начали звучать анонсы, например, автопрограммы, например, криптокарты, и еще, я не хочу говорить, Искандер сам скажет об этой части проекта. Я могу сказать о второй части, точнее, не обо всей второй части проекта, а той части, над которыми работает международное направление, то есть фрилансеры, ребята, которые уже работают в составе международного отдела. У нас в портфолио 24 проекта. 24 проекта на данный момент есть, которые в той или иной мере разработаны, есть уже полностью готовые, которые осталось настолько техническое задание дать прогерам, и они решают, и этот проект выходит. До тех, которые только в идее, существуют на уровне идеи. Еще одно условие, как вы знаете, все проекты у нас инвестиционные, то есть абсолютно в каждый из проектов вы можете вложить и получить прибыль, даже в то, допустим, агентство переводов, которое мы планируем запустить, в принципе, готово, но очередь за первой группой проектов. Это тоже будет инвестиционный проект, то есть даже на переводах вы будете зарабатывать x2, так по секрету, скажу, от каждого перевода, который будет происходить в нашем проект, криптопереводах, потому что мы затачиваемся именно под эту тему, и у нас где-то под ружье мы поставим более тысячи переводчиков, это то, с кем мы будем работать, то есть оборот очень серьезный, который мы сможем делать в плане переводов ежедневно, мы говорим о ежедневном, то есть как в акселераторе вы будете видеть, сколько вы за каждый перевод проданы, вы их выкупаете за пол цены, за будущую работу, а как по реализации вы получаете полную, но об этом мы еще поговорим, ладно, вот таких вот проектов, представьте себе, вплоть до центра изучения языков по сокращенной программе, мы будем это делать групповое онлайн, тоже уже есть из любых языков, это будет, вот я не знаю, видит ли, есть ли здесь Сергей Кушнер, наверное, есть, Юля, эти ребята делают огромную работу, я вот хочу пользуясь случаем, поблагодарить их, я внимательно слежу за тем, за благотворительным проектом, за тем, которым они занимаются, это доброе сердце, я по мере возможности там участвую в нем, но у нас как-то зашел вот с ними в начале спор с Искандером в том числе, говорят, что давайте все обязательно как десятиру платить по 10 долларов каждую неделю, я был против, и Петр меня поддержал тоже, и знаете, не против самой десятины, поймите, не против этих 10 долларов, а против самого подхода к этому делу, почему 10, то есть получается, что человек 10 долларов дал, и на этом все, и он как бы все, на этом благотворительность его закончилась, а почему не тысячу, например, если у него есть возможность, а почему бы не сделать такой проект, вот мы сейчас его обсуждаем, этот проект, как бы условное название, у него удочка такое, мы вот на английском fishing road, мы вот сейчас его обсуждаем о том, чтобы, пока на уровне идеи, пока, конечно, даже нет плана его, о том, чтобы дать льготный вход сотрудникам вот этих учреждений, которые ухаживают за детьми, за инвалидами, то есть это на самом деле тоже каторжники, фактически, люди целыми днями работают с этой категорией детей, с этой категорией инвалидов и так далее, почему бы им не дать льготный вход в проект, во-первых, это нам выгодно, чтобы узнали о нем, во-вторых, почему бы не открыть специальные счета на каждого из детей, в конце концов, которые они могут накопительную программу, которую они могут получить по окончанию, по выходу из этого учреждения или по достижению какого-то определенного возраста, вы понимаете, что да, это классно, мы привозим подарки, не мы, Юля и Сергей, они дают подарки, это все здорово, но они уезжают, мы не знаем, что там происходит после этого, и вот от этого как-то неловко, с одной стороны, от того, что мы отдали этих 10 долларов и забыли, как там оно будет, а с другой стороны, то, что мы не знаем, что происходит, мы видим фотографии склады подарков наших, куда они идут, мы не видим, как ребенок одел, поел, мы не видим этого, это вот этого, иногда видно, но иногда нет, они там погуляли, отдохнули, хорошо, но мы знаем, что есть всякие люди, поэтому вот лучше спонсировать, не спонсировать, помогать людям тем, входить, присоединяться к нашему проекту, тем, которые там работают, тем, которые реально помогут, те, которые каждый день и не знают, кому нужно дать, и вот таким добросовестным людям мы пойдем на встречу, может быть, дадим годный вход, это пока просто на уровне идеи, пока на уровне обсуждения, но проект на самом деле лечит о том, чтобы благотворительный проект сделать более глобальным, а не вот в том виде, хотя и в том виде, который он сейчас есть, это большое дело. Это как бы, только, еще раз говорю, это только один из маленьких моментов, из маленьких нюансов о тех проектах, о 24 проектах, которые находятся у нас в Портфоле. И, как бы, подводя итог, я хочу еще ответить на один вопрос, который мне очень часто задают, каждый день я отвечаю. Они говорят, вот вы куда инвестируете, они говорят, вот вы лично, вот куда вы вложились? Секретов нет. Позавчера я купил платину на акселераторе, а вчера я вложился, вот Женя, спонсор, есть мой здесь, я купил бинар на 3 килограмма, на 3 тысячи долларов. Все, вот мои вложения. Я не так, не обладаю таким количеством денег, чтобы вложиться везде по максимуму. Я вложился туда, куда я мог. Но почему я это сделал, я сейчас отвечу. Потому что я верю именно в монету век, вот эту, которая является сейчас главной денежной единицей, криптоединицей нашего проекта. И верю в нее очень сильно. И все остальные в нее верят. Поэтому, мне смешно, я честно, я клянусь, я смеюсь от этих разговоров, когда там, а что будет, во что вкладывать? Аксель, шмаксель, Аксель отличный проект, ребята. И тот, но все заточено под монету вверх. Она сейчас, она сейчас 5 долларов, или 6, или 7, или 8, сколько там. Да покупайте ее. Купите ее, и вы не пожалеете, потому что ей будет прошить весь этот бизнес, который мы строим. она будет везде абсолютно. Трейдеры, друзья мои, вы же понимаете, что крипта это эмоциональная штука. Сегодня так, завтра так. Ну, кто как не вы это понимает? Ну, неужели вы не понимаете, что за бизнес-анализом, за биржевой аналитикой стоит еще фактор потенциала? Кто, кто стоит за этой монетой? Какое криптокомьюнити? Какие люди его делают? Ну, что вы смеете, что вы играетесь там в эти игры с дампой, пампой, заливой? Переспрекратите, оторвитесь от своих этих треугольников, посмотрите на людей, загляните в душу к тем, кто с вами работает, загляните в душу к Искандеру, к ребятам, к нам, посмотрите, что это другой проект. Это не тот проект, который мы привыкли где-то, привыкли видеть. Это не там, где урвал и убежал. Вот это то, что я хотел сказать, извините, что закончу немножко на эмоциях, потому что, ну, это то, что меня сегодня заботит, потому что я вижу непонимание. Огромная часть людей не понимает, что мы здесь делаем. И все эти инструменты, это всего лишь инструменты, все платформы, это инструменты для того, чтобы появилось здоровое крипто-сообщество людей, которые объединены общей целью, которые доверяют друг другу, из которых можно строить какой-то вообще в будущее. Вот какая миссия. Так, я сейчас открою чат и с удовольствием отвечу на вопросы, если такие будут. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Чат разблокирован, друзья. Вперед. Я готов ответить на ваши вопросы. Вот у нас есть еще минут 10. С удовольствием отвечу. Если кто-то записывал, конечно. Если нет, если все понятно, чудесно, тогда отвечать не придется ни на что. Значит, хорошо донес. Так. Кто-то что-то пишет. Ну, давай. Это я не понимаю. Даже при всех языках. Я не понимаю, что это за НТСН. А, вот это видно. Так. Жду. Спасибо. Отлично. Сергей, я не Петр, но тоже хорошо. Петя будет доволен. Так. Сергей. Хороший комментарий. Три смайлика. Я понял. Так. Хорошо. Пошли вопросы. Когда будет профит-бот на АЦЦ? Ребят, это к Искандеру. Это его как бы сфера деятельности. Задали тему. Есть знакомые в Аргентине с чего начать вовлечение в ВТП? Прежде всего подписывайте. Ребят, подпишите с помощью Google. Пригласите их в команду. Дайте им ревку и подпишите. Скажите, что дальше с вами будут работать. Я же вам рассказал про Йоффа. Это испаноязычный наш модератор. Он в теме очень хорошо все вас все их обслужит. Короче, он английский и испанский справится. Поэтому подписывайте и отправляйте в испанскую группу. Все. Так, сейчас, дорогие, меня интересует именно развитие проектов локальное. А, вот, хороший вопрос. Я в группе амбассадоров. Очень ожидаю развития. Да, ребят, с амбассадорами там небольшая заминка получилась. Рюна Бардаха наша из Монголии, которая отвечает за это направление. Человек, кстати, владеет и русским, английским и монгольским, так что можете спокойно и на русском обращаться. У нее были там небольшие проблемы. Она выпала на время, но она уже в строю и она будет заниматься. Знаете, задача у нас такая по амбассадорам. Мы хотим локально укрепляться локально. То есть в каждой стране, в каждом месте у нас есть абсолютно четкий план. Чтобы вы знали, у нас 705 человек мы планируем сделать локальных представителей, локальных амбассадоров, на базе которых в дальнейшем будут построены, ну не построены, а созданы клубы. Вы сейчас понимаете, что что-то строить сегодня, это глупо вообще. И даже организовать простые встречи, клубные встречи, это сложно. Но как бы виртуальный локальный клуб, он может быть и даже можно проводить митапы, встречи на локальном уровне. И эта задача будет в первую очередь, то есть на базе амбассадоров мы будем потом ориентироваться на клубное движение, которое мы вместе с вами пропишем, как клубы будут выглядеть. И опять-таки клубы это будет наш инвестиционный проект. Мы в них будем вкладывать, потом получать от деятельности клубов. Мы будем вкладывать в митапы, в проведение локальных встреч, и потом получать от них дивиденды. То есть это все будет работать. За амбассадорская программа очень большое будущее, поэтому держитесь ее тоже. Все будет работать, просто человек, я еще раз говорю, был форс-мажор, мне кажется, человек выпал на время. Но ничего. Так, подробнее про сообщество. Да, ребят, вот еще такой момент. Опять-таки в сфере видения Искандера сайт, общий сайт по проекту, у нас на самом деле нет еще общего такого сайта. Есть по монете отдельный сайт, есть еще что-то, но скажу, ну не по секрету, это уже факт, что такой сайт готовится, и уже каждый свою лепту внес в него, каждый свое видение, свои интересы там указал. И сейчас дело за исполнителями, за технарями, которые это все воплотят. Но сайт у нас обязательно будет. Просто такое там, такую громадежь охватить сложно. Инфографика будет, ребята, вот на этой неделе. Она уже готова, еще раз говорю, нам нужно пройти ее утверждение. И она будет на всех языках тоже. Так, что еще? Заставка хорошая у вас? Ну да, скоро, кстати, про турагентство тоже, возможно, у нас свое будет, по крайней мере, в одних из проектов, один из проектов этому именно посвящен. Так, можно заработать. Если заходишь в проект с малого, можно ли заработать? Ну, конечно, не можно, а нужно. Есть вообще в профи-бот очень дешевый вход, в годную рацию есть гильдию, в которую можно зайти. И вообще, в принципе, есть такая идея сделать такой лоу-кост вход, знаете, чтобы охватить большое количество людей. Есть идея сделать такой специальный как лоу-кост, как на самолетах летают лоу-кост, так вот и на нашей ракете мы сделаем места лоу-кост для тех, кто не может зайти сразу на серьезные инвестиции. Так. Так, хорошо. Я еще не видел таких открытых и честных... Я тоже не видел. Таких открытых и честных проектов я тоже не видел, поэтому мы вместе их не видели, и сейчас мы вместе на них... Но вопрос вот в чем. Вы видите, а я участвую. Разницу улавливает? Поэтому я всем рекомендую, кто еще не участвует, кто только инвестирует, а еще не участвует, ну, можете смело предлагать. Специалистов здесь полно. Потом с кем-то общаешься, потом вдруг выясняется, да я это умею, я это знаю, я могу помочь. Ну что, ребят, за язык тянуть, что ли? Давайте говорить сразу. Так. Что еще тут есть? Что будет весной? Курс падает и падает. Я же говорю, это прекрасно. То, что курс падает, я считаю, это отлично. Это показывает о том, что мы, как и другие монеты, другие проекты, мы эмоциональный проект. Крипта падала сколько? 16 или 18 уже раз. Биткоин сколько раз падал? Тем не менее, все ровно, все довольны. Никто на биткоин не жалуется. Окей. Это про век мы сейчас говорим. Я бы то... Вот сейчас, кстати, я не знаю, наверное, меня плохо слышно. Обычно, когда я преподаю английский, я говорю ребятам, я говорю, вы не слушаете, вы не думаете о том, что сказать. Вы этот язык никогда не выучите. Вы думаете, как сказать. Переключите свой мозг. Думайте о том, как сказать. И вот получается, что тоже все, когда видят сюда, они думают, что сказать. Вы посмотрите, как проект работает, какие инструменты, какие механизмы в нем. А не что будет с веком, упадет он или нет. А почему здесь упадет он или нет? Не упадет. Я надеюсь, что трейдеры меня сейчас слышат очень хорошо и смотрят очень внимательно на цену века. Вот на данный момент. Из того, из всего, что я сказал, сделайте, пожалуйста, выводы. Я не хочу вам говорить, покупайте, продавайте, сделайте выводы. И все, ребята, он. так, как вы думаете, до конца года процент партнеров будет себя чувствовать мощность проекта. Ну, разве дело в этом, какой процент чувствует? Важно, понимаете, пока есть последний солдат, армия жива. А пока есть группа, как бы, группа таких солдат, то этот проект не умрет. Даже если мы будем, даже если нас останется 10, всего лишь на все. Это наш проект, это наша жизнь. Мы так живем. Мы живем. Вот это часть нашей жизни. А все, что вокруг, это другое дело. Поэтому проект будет. Можно вам путь, так, можно вам путь матрицы. Не понимаю. Какой есть информационно-рекламные продукты для продвижения бренда? Какие есть рекламные продукты? Смотрите, их много, рекламных продуктов. Есть аудио, видео. Вот, например, что касается нашего, у нас есть отдельный международный канал на YouTube, например, где мы выкладываем все записи международные. Пожалуйста, берите, ставьте свои ссылки, приглашайте людей, говорите, вот послушай об этом проекте, о криптоакселераторе. Хочешь на китайском? Дайте на китайском послушать. Хочешь вообще о проекте на испанском? Мы вчера записали. Итальянные. Все языки есть, ребят. Это, что касается видео, аудио тоже, вот эти вебинары мы записываем. Мы будем интервью с лидерами в ближайшее время делать по программе амбассадоров. Что еще? Ну, нагляд, графику я вам сказал, что работает, русский сегмент работает по своей теме, по своему плану. У нас вот сейчас готовится, я вам сказал уже, инфографика готовится очень мощная, красивая, действительно, в стиле международном, в котором вы можете ее использовать со своими ссылками, без проблем. Так, что еще? Планируется создание приложения. Приложения, вообще о приложениях, вы так потихонечку вытащите все идеи из портфолио, вот из нашего, из 24. У нас готовится такой секретный проект Эпподром, где будут все аппликации, которые мы сделаем со временем, Квиртокен профит, они будут собраны на одном сайте, и в создание этих аппликаций можно будет инвестировать и получать прибыль. Все, я больше ничего не говорю на эту тему, а то я сегодня тут наговорю, чувствую, потом так. Почему ВГС собрал 50 тысяч и сканинал в один день? Ну, почему? Потому что это не ВГС. Не хочу комментировать даже. Ну, потому что так, потому что цели другие были. Ребят, не спрашивайте это. Не пинайте мертвую собаку, она уже сдохла, эта собака, чего о ней говорить? Так, как доказать или проверить надежность проекта? Ну, не знаю, поговорите с людьми, если вы хоть немножко психолог, вы поймете, что, например, вот я с вами сейчас разговариваю, я с 2003 года в интернете. У меня репутация есть, я предумаю, у меня полмиллиона подписчиков в иностранных соцсетях. Ну, как вы думаете, я бы сейчас подставился, я бы сейчас начал с вами говорить и защищать этот проект, если бы я не верил в него. Вы меня часто видели в других проектах, где я подставлялся и вещал, а потом мне было стыдно. Или у меня тот возраст, когда можно перебирать, прятаться там, сбежать сегодня туда, сбежать сегодня туда. я не рискнул, поверьте мне, какая еще, может быть, надежность, не пойму. Где презентации на иностранном языке? Пока вот в этих группах, в чатах можете, я думаю, они уже будут в ближайшее время в информационных окошках, вот в этих, в каждом чате будут по иностранным языкам пока. Видео на канале, презентационные материалы пока, вот берите пока у модераторов чатов или у Лены Багировой, или у меня лично, что есть, мы всем пока делимся. Как только появится сайт, все будет там выложено, естественно. Давайте по-честному, так, подождите, где, да, давайте по-честному, большинство из нас партнеров может просто, нужен просто доход. Я на особо вникаю, дайте нам заработать, и затем у вас услышим. Но это не точно. Хорошо, пожалуйста, берите, зарабатывайте. Кто вам не дает? Это же, еще раз говорю, все проекты инвестиционные. Что мешает заработать? Кто мешает зарабатывать? Не понимаю. Все секреты выделились. Простите. Я понял, кто это мне написал, догадываюсь. Больше не скажу, потому что о том, что планируется, да, не желательно говорить. Так, как доказать время пока? Совершенно верно. Время расставит лучше всего на свои места, потому что много чего было. Да, и полтора года, действительно, мы полтора года. Друзья, в сообществе с самого, я в сообществе с самого начала и прекрасно зарабатываю. Вот, смотрите, вот вам доказательства. Вот Виктор Кравченко сказал. Он прекрасно зарабатывает. Все вопросы к Виктору Кравченко, потому что у человека есть скриншоты, и пожалуйста, я думаю, поделится. Я знаю, успех будет, я знаю, сразу свечка. Спасибо. Хорошо, мотивирует. Так, все развивается. Да, расширяется, когда зайдет Китай, Олег Китай уже здесь. Посмотрите, вокруг, оглянитесь, ну, сюда все китайцы. Не, на самом деле, кроме шуток, чат есть китайский, там есть половина ребят именно на этих спикерах, китайцы, они очень хорошо, очень хорошо уже прокачивают Китай, просто еще они не все прониклись. тема и тоже настороженные все. Очень много предложений выходит, но из этих предложений отбирать очень сложно, очень много шелухи, очень много так, все, криптокарты. Ребят, я не знаю, я и так, по-моему, сказал сегодня много для, я читался, у нас три главные новости по иностранцам есть, шесть новых языков, информационные окошки и инфографика будет на этой неделе. Вот это три новости, которые по иностранному делу, я вам озвучил их. проекты готовятся. По всем остальным, которые вот этой первой группе шесть проектов, вам скажет Искандер и он, я надеюсь, сегодня вот вас ждет еще пару очень таких горячих новостей. Ну, я думаю, он сегодня тоже где-то что-то запланировал, может быть, сегодня, ну, крайний срок завтра, вы ждете еще хорошие новости. Так и честно, так и хочется сказать, но не скажу столько. Окей, все, друзья, мое время вышло, и поэтому запись будет, и поэтому я прощаюсь, желаю вам всем хорошего дня, оптимизма, позитива, но все будет хорошо, это самое главное. До встречи, всего доброго. до встречи, до встречи, до встречи, до встречи. Продолжение следует...